На улице минус 23. Синоптики сообщают, морозы аномальные. Электромонтёр Самары Горсветер Виктор Явкин и его команда не унывают. Осталось украсить световыми гирляндами еще 200 деревьев и можно отдыхать. Работа осложняет погодные условия, низкие температуры, машина, соответственно, тоже капризничает, не хочет работать, заверзает масло. Ну и самим тоже холодно, но работа не останавливается, ведутся целый день. По поручению главы Самары Олега Фурсова деревья впервые украшают зимние иллюминации. В этом году Самара будет сверкать ярче всего. На сегодняшний день украшено 789 деревьев и работа еще ведется, продолжается. Освещение очень красивое. Каждый вечер Самара загорается яркими огнями. Особенно радует в этом году улица Ленинградская. Там и карета, и большая елка наряжена. Выглядит прекрасно. На главной площади города иллюминацию планируют включить 25 декабря. К тому же сроку питерские скульпторы обещают достроить там традиционный ледяной городок. Главным украшением площадки станет мини-копия стадиона Самара-Арена, который строил чемпионат в мире по футболу 2018 года. Мы уже два года назад делали объект, и в этом году нас решили опять пригласить. 29 числа полная, окончательная, можно сказать, готовность площади. Это время открытия дома нашего Самарского Деда Мороза. Часть работы вы уже видите, да? Забор устанавливается уже, и волшебный лесной лабиринт создается. Каждая ледовая скульптура будет подсвечена с помощью смонтированной иллюминации. Высота отдельных фигур будет достигать двух метров. В этом году темой ледового городка стали символы Самары. Лед для этих скульптур везли с самого Урала. Сергей Ромашов, Максим Гусев. События.